Добрый вечер, дорогие друзья! Передача «Откровенный разговор» продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе, и сегодня мой гость – политический аналитик Аршалов ГСН. Аршалов, приветствую, рад видеться в программе. Итак, наконец-то… Привет, Владимир. Спасибо. Наконец-то долгожданная встреча намечена. Мало того, что намечена, назначена и назначена, скажу так, целых две встречи, не одна. То есть ждали-ждали, и в итоге получилось две – Брюссель и Сочи. Что касается Брюсселя, ну, до Брюсселя еще далеко, а вот Сочи достаточно близко, и премьер-министр Армении Никол Башнян провел очень интересную пресс-конференцию, где, в принципе, обозначил повестку дня, я думаю, повестку дня в Сочи. Это очень интересная пресс-конференция, к сожалению, я не мог ее слушать, потому что она была на армянском языке, но перевод, я думаю, более-менее точный, поэтому тоже какие-то свои выводы сделал. Итак, повестка дня. Граница, коммуникации и вопрос об участии в фарбатах и переговоры о будущем Карабаха, о статусе и так далее. Давайте начнем с границы, потому что это наиболее горячий вопрос, это вопрос, который, в общем-то, к сожалению, приводит к человеческим сжертвам. Я не знаю, насколько вы согласились с определением того, что это не граница, это сейчас линия фронта, потому что перемирия нет, и это практически линия фронта. Вопрос такой. Можно дать прогноз, что если не превратиться в границу после этой встречи вот эта линия, то, как минимум, будет демаркационная линия, на основании которой уже можно будет вести переговоры о полноценной границе. Ну и в Армении сейчас есть ожидания, в основном политических и экспертных кругах, что вот на этой встрече в Сочи первый вопрос, который будет затронуть, это именно вопрос границы. Границы, то есть не то, что там будут вот на колени, так сказать, что-то подписывать или принимать какой-то все объявляющий документ по границам, а хотя бы договорятся или какое-то заявление примут по поводу того, что стороны согласны начать процесс демаркации и делимитации. Здесь, конечно же, вопрос упирается опять-таки в асимметрию понимания вот этого подхода сторонами конфликта. Для Армении делимитация и демаркация, Армении и Азербайджан фактически говорят этому процессу, да, делимитация и демаркация, но понимают его по-своему. Как это было до войны 2020 года, когда стороны говорили миру в целом и урегулированию, да, Карабахского конфликта, но понимали тоже мир и урегулирование по-своему. То есть для Азербайджана это был контроль над всем Карабахом и какая-то автономия, а для Армении это было как минимум сохранение территории НКО и непрерывной, так скажем, беспрепятственной связи между Арменией и Карабахом. Вот сейчас тоже самое, но по границе. Армения говорит о делимитации, да, но следующим образом. Да, мы будем делимитировать границу и провести демаркацию, но без Карабаха, без вопроса Карабаха, вопрос Карабаха это не вопрос территории, это вопрос права народа на самоопределение, и этот вопрос вот в таком ключе обсуждается в рамках минской группы ОБСЕ. То есть мы этот вопрос оставляем минской группе ОБСЕ и по всем основным другим вопросам делаем, то есть по всем другим участкам границы делаем, проводим делимитацию и демаркацию. Азербайджан же понимает, что делимитация и демаркация это как некий старт, в конце именно этого процесса должно быть так, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальной целостностью друг друга вместе с Карабахом. То есть это закрытие карабахского вопроса для Азербайджана навсегда. Вот в чем вопрос. И если удастся избежать вот этих острых углов хотя бы сейчас и договориться начать процесс делимитации и демаркации, принимать какой-то документ по этому вопросу, какое-то заявление, а это если что-то примут, и это будет и заявление, а не что-то другое, соглашение, документы и так далее, потому что все другие документы будут иметь определенную внутриполитическую, внутригосударственную процедуру одобрения, и это продлит процесс реально, удлинит этот процесс. Поэтому если что-то примут и удастся избежать, это будет заявление, и если примут, то значит сторонам удалось избежать определенных острых углов касательно Карабаха, и этот вопрос оставили на поток. Вопрос такой, Никол Пашинян сказал, что в принципе территориальную целостность Армения Азербайджана признала и приздает, потому что был 91-й год СНГ, но дело даже не в 91-м году, в принципе Армения официально не признавала Нагорный Карабах, значит соответственно территориальная целостность Азербайджана, она как бы по умолчанию, не было об этом заявлении, но она как бы по умолчанию признавалась. Вопрос такой, вот в такой формулировке это может устроить Баку и Ереван, что Армения еще раз подтверждает, что признает территориальную целостность Азербайджана, но Карабаха это совсем про другое. Опять-таки здесь дьявол кроется в деталях. Армения всегда заявляла о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, но к этой целостности Карабах не имеет с точки зрения Армении, Карабах не имеет никакого отношения. И тут уйма там кучи юридических каких-то аргументов можно привести, почему это так. Ну, первое, да, почему это так, потому что, как заявляют в Армении и не только в Армении, это так, Азербайджан не является правоприемником Советского СССР. А если Азербайджан является правоприемником Первой Азербайджанской республики, это 18-20-е годы, то тогда Карабах не входил в состав Азербайджана. То есть и так далее и тому подобное. Было очень много, то есть там было потом решение Калбюро, это уже после советизации, когда уже было принято решение передать Карабах под контроль Азербайджана в рамках НКО. Потом, опять-таки, там было другое решение, которое оставили там НКО, на самом деле территории было чуть больше, чем сейчас и так далее. Поэтому Армения говорит, что есть юридические основания, говорит так, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, но к этой целостности Карабах не имеет никакого отношения. Ну, вот в чем заключается ему подход Армении. Я правильно понял, признают, но не в границах 91-го года. Да, да, да. В границах 91-го года. Понятно, что касается демократического Азербайджана, там вообще шла война, бои были и так далее там постоянно, поэтому там сложно что-либо сказать. Но дело не в этом. Дело в том, что чисто технически, чисто технически, если мы говорим хорошо, насколько это Азербайджанам будет принято по-вашему? Вот такая позиция. Что признает? Очевидно, такой подход вряд ли устроит Азербайджан. Я не знаю, честно говоря. То есть азербайджанские эксперты должны говорить, насколько это устроит. Но так как есть также давление извне, это в первую очередь Россия, которая пытается как-то продвигать этот процесс, то есть внешнему патрону, который, можно сказать, является покровителем всего этого процесса, начиная с 9 ноября, ему тоже нужен какой-то процесс, чтобы показать, что российская миротворческая миссия в рамках армяно-азербайджанского пограничного кризиса, по касателю Нагорно-Карабахскому конфликту, она продвигается. Этот процесс идет дальше. Как закончится, пока даже не важно. Важен процесс, который идет и имеет определенную динамику. И на это будет настаиваться Россия. И поэтому здесь важен вот этот вопрос, вот этот момент. Насколько будет давление извне, так скажем, сильным, чтобы принудить стороны отойти чуть от своих максималистских, так скажем, на данном этапе позиций и согласиться на что-то, которое Россия, Москва может предъявить миру, что процесс идет дальше. Армения будет предъявить миру и сказать, что вот мы согласились на демаркацию и делимитацию, но без Карабаха. Азербайджан будет предъявить миру, вот начался процесс демаркации и делимитации, концом которого будет, так скажем, признание и заявление в целостности Азербайджана. Вот, чтобы все остались при своих, но что-то приняли, которое можно трактовать, ну, как трактовали мадридские принципы. Максимально своеобразные. То есть, фактически заморозка конфликта статус-кво. Это означает, что статус российских военных, там, ну, России, миротворческий статус России в данном случае будет распространен и на границу между Арменией и Азербайджаном? Там будут быть приняты разные решения. Конечно, у России есть уже войска в Сюмеке, там есть дислоцированные российские опорные пункты, но на границах они не стоят. Они патрулируют при каких-то кризисах, они сразу едут на границу урегулировать этот конфликт. Там, на границе. Не знаю, какое решение будет принято. В свое время, несколько месяцев назад, деревян, по-моему, допускал вариант, чтобы на вот этих спорных, так скажем, участках границы, где стороны ведут боевые действия, где есть вторжения и так далее, чтобы Армения и Азербайджан отодвигали оттуда зеркальным образом свои войска назад, отозвали, и российские или международные какие-то наблюдатели стояли там, пока не проведена демаркация и делимитация границы. С вызывами Ереван также допускал, по-моему, чтобы и российские войска там стояли. Но здесь вопрос в другом. Для России важно, чтобы обе стороны были к этому готовы. И так как это межгосударственная граница, и Россия не может и не хочет стоять лишь с одной стороны. Россия хочет, так скажем, контролировать в целом вот этот участок границы, если обе стороны на это согласятся. Здесь позиция России тоже шатка, и достаточно есть определенные нюансы, которые важны для России. Ведь она в первую очередь в рамках этого конфликта позиционирует себя как посредник. Она не может, как Турция, в одностороннем порядке выступать за интересы Армении. Хотя в Армении были бы рады, были бы рады, чтобы это было именно так. Но мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда Турция полностью поддерживает Азербайджан, но не имеет никакого влияния на Армению, и не может выступать в качестве посредника. Россия не хочет такой позиции. Понятно. Но, с другой стороны, вы думаете, что Азербайджан будет против, если российские войска встанут с армянской стороны? В конечном итоге это же уже суверенное право Армении. Это в Армении решается. Ну да, но здесь все упирается в позицию России. То есть она не хочет. Она так не хочет. Я так думаю. Не, ну просто, я скажу честно, я в данном случае ничего, конечно, не решаю, но я когда прикинул варианты, я прикинул, что этот вариант один из наиболее вероятных, о чем могут договориться в Сочи. Мы же в данном случае просто размышляем о том, о чем могут договориться в Сочи. Я подумал, что один из вариантов. Еще один интересный момент, когда Пашинян сказал по поводу того, что железная дорога, открытие железной дороги, оно, в принципе, выгодно будет всем сторонам, в том числе и Армении, потому что, ну реально, это будет путь из Ирана в Армению. Так мало того, это реально не просто путь из Ирана в Армению, это реально путь Ирана к Европе. В том числе, где будут задействованы все страны, фактически. И Иран, и Армения, и Азербайджан, и там варианты будут Грузия, Турция. Ну, на Южную Европу это будет Турция, конечно же, чисто по-географически, а на Северную Центральную Европу это будет Грузия. Это достаточно интересный момент. По этой части может быть достигнуто соглашение, потому что, вроде бы, все довольны и счастливы. Ну, если мы имеем в виду разблокировку коммуникаций, по которому также работают Москва и Ереван. Ну, опять-таки, разблокировка коммуникаций, всех коммуникаций. Опять-таки, здесь есть определенные нюансы, определенные понимания. То есть Ереван и Баку понимают по-своему. Для Баку разблокировка коммуникаций, в первую очередь, это получение какого-то коридора или какой-то дороги через армянскую территорию для того, чтобы иметь выход на нахиджеванский эксклав или англав свой, и чтобы эта дорога имела определенные признаки их территориальности. Для этого Баку крайне важно иметь вот этот участок дороги, а все остальные для него происходят. Будут, не будут, не важно уже. Вот главная цель – это выход на нахиджеван, а потом и на Турцию. А что касается Армении, для Армении важно иметь разблокировку всех коммуникаций и без какого-то суверенного коридора, чтобы этот участок дороги, сообщение, которое будет между нахиджеваном и Азербайджаном, там были контрольно-пропускные пункты, в которых будут стоять, я не знаю, российские или армянские пограничники. Здесь вот именно в это упирается вопрос. Для Баку это иметь беспрепятственную, суверенную дорогу на хиджеван, для Армении разблокировка всех коммуникаций, в том числе выход на Иран, выход на Азербайджан, на Россию. И если там будут построены некоторые участки железной дороги, это также выход на Иран через Армению, на Грузию и дальше в Европу. Вот в чем там разница в подходах. И если удастся опять-таки принимать какое-то решение, где Баку может истолковать это решение, как вот мы открываем коридор, Армения сказать, что у нас будет разблокировка всех коммуникаций, и в конце концов найдут какое-то решение этому вопросу, отодвинут вот острый политический момент касательно статуса этой дороги, то тогда можно сказать, что они будут прийти к определенному успеху по этим вопросам. Ну вот смотрите, опять есть эскиз, о котором можно говорить. То есть если речь идет о разблокировке железной дороги, я подчеркиваю, потому что про автомобильную там было, насколько я понимаю, там вообще было сказано, что Ереван решает, где будет проходить дорога, связывающая Восточная Зарбачан с Тахичеванью. Но вот по железной дороге, если мы берем, то смотри, транзитные грузы, грузовое сообщение. Понятно, что пока грузовое, не пассажирское сообщение. Да-да-да, транзитные грузы проходят по железке по территории Восточного Азербайджана, в Нахичеване, дальше там на Турцию будет или в Нахичеване останутся, это неважно. Транзитные грузы проходят по Азербайджанской территории в Армению, дальше они остаются в Армении или там дальше пойдут. Это тоже дело техническое. То есть как бы мы видим ситуацию win-win в данном случае. Ну тут в качестве бонуса армянская сторона может получить то, что через Грузию можно будет пользоваться железной дорогой с Россией, через Грузию и Азербайджан соответственно с Россией. Поэтому ну как бы тоже мы уже несколько, два кейса с вами сформулировали, мы не там конечно же, но так или иначе мы с вами два кейса сформулировали, по которым можно достичь договоренности. Посмотрим насколько они будут достигнуты. Следующий вопрос, который мы кстати пропустили, я хочу это особо отметить, это вопрос по поводу того, что ПСУЗа на прямой линии между министрами обороны Армении и Азербайджана, я считаю, что это крайне важный вопрос, просто крайне важный вопрос, потому что это будет оперативное реагирование и так далее. Дальше. Идем дальше, значит, дальше было сказано следующее по формату 3 плюс 3, что, мол, формат 3 плюс 3, пожалуйста, но фактически повестка дня армяно-азербайджанского конфликта не будет обсуждаться в формате 3 плюс 3. По формату 3 плюс 3 там будут разговаривать или для России сегодня это так? Не так уже важно. И если не будет, соответственно, обсуждаться повестка дня армяно-азербайджанского конфликта, то какая повестка дня там будет обсуждаться? Ну, смотрите, поэтому Армении пока не дают окончательного ответа по формату 3 плюс 3, потому что неясно, что будут там обсуждать. Если там будут дублировать функции Минской группы ОБС, обсуждать там Карабахскую проблему, обсуждать армяно-азербайджанскую приграничную проблему и так далее, то Армении говорит следующее. Ребята, мы обсуждаем армяно-азербайджанскую пограничную проблему с Россией. Это формат тройки, так скажем. Мы обсуждаем карабахскую проблему в рамках миссии группы ОБС и хотим дальше обсуждать. Это позиция Армении. А смысл обсуждать эту проблему потом еще с Ираном, с Турцией и так далее? Тем более, что Армения выступает крайне против, чтобы в этот процесс как-то было задействовано именно Турция как фактор, как признанный фактор, так скажем, да? Поэтому здесь есть определенные вопросы к этому формату у Еревана. Что будут там обсуждать? Если какие-то другие региональные дела, например, например, открытие армяно-курецкой границы в этом формате будет обсуждаться, например, один из вопросов, да, или другие вопросы, которые не будут вот касаться именно вот карабахской тематики и границы, то тогда можно обсуждать, почему бы и нет. Но если мы, так скажем, потом будем подойти к другим вопросам, то нет. Здесь, так скажем, союзником армии является Грузия, потому что она тоже выступает, можно сказать, против этого формата и имеет определенные претензии к вопросу к этому формату. В связи с этим, конечно же, я не знаю, на этой встрече будет ли обсуждаться этот формат или нет, но если исходить из геополитических региональных или реальных, этот формат в каком-то плане уже действует. Вот, например, очень многие вопросы в рамках по региону обсуждаются между Ираном и Россией. Например, последнее обострение между Ираном и Азербайджаном, можно сказать, это обострение началось идти на нет, сходить на нет, когда состоялся в Москве переговоры между военными Ираном и Россией, между министрами потом иностранных дел России и Ирана. Что касается там Карабаха и других вопросов сопредельных, которые касаются Карабаха, этот вопрос также обсуждается с Турцией и Россией, между Турцией и Россией. То есть, собственно, 9 ноября, когда было подписано это заявление, оно стало, можно сказать, реальностью, потому что Москва и Анкара наконец-то договорились также по этому вопросу тогда. И тогда было сообщение российских и турецких СМИ именно о том, просочилась оттуда информация, что скоро подпишут какое-то заявление и будет конец войны, наступит конец войны. Вот этот формат в определенном плане действует. И здесь Армении нужно определиться в этом плане тоже. То есть либо этот формат будет как-то действовать и будут обсуждать там Армению, и Армения так как бы скажет, нет-нет, ребята, будет делать вид, что я не участвую в этом. Либо в этом формате как-то Армения будет сама участвовать, диктовать также свою повестку и сказать, что вот на это я согласен, а на это нет. И находить определенные точки соприкосновения с Россией, например, и с Ираном. А также в рамках этого формата можно обсуждать определенные проблемы с Турцией. Ведь это будет какой-то там, я не знаю, это будет какой-то сформированный формат, не сформированный, будет устав, не будет устав этого формата. Но у Армении появится шанс напрямую разговаривать с Турцией в рамках этого формата. Не обращаться к Грузии или к Москве, да, например. Опять-таки можно обращаться там, попросить медиаторство и так далее. Но это же может создавать определенные каналы коммуникации с Ангарой. То есть здесь нужно уже четко, так сказать, понимать, что там обсуждать и как, и насколько это исходит из интереса в Армении. Ну, мое понимание, вот то, что я уже изложил. На самом-то деле, что касается формата 3 плюс 3, Грузия уже четко заявила о том, на всех уровнях, что, ребят, спасибо, мы в этом не участвуем. Есть у нас формат Турция, Грузия, Азербайджан. Есть у нас формат нормальных отношений, хороших отношений с Арменией. Есть у нас формат нормальных отношений, хороших отношений с Ираном. С Россией у нас, и с Россией у нас есть формат, Женевский формат. Парасина-Башидзе. Парасина-Башидзе есть. Поэтому у нас, у нас все есть, у нас все нормально, ребят. То есть в этом плане. И более того, Залкальяне сказал про формат 3, про который мы еще поговорим. А сейчас вернемся к формату новых. Любим мы говорить про форматы. Сначала было слово «паразит» – коридор, потом сейчас слово «паразит» – формат. Тем не менее, новый формат 3 – это Турция, Армения, Россия. Да, последнее обращение Армении к Москве. А в этом формате как гарант выполнения обязательств между сторонами? Или же в Москве сказали, что без нас никак не получится? Чья инициатива была? Москвы больше или Армении, по-вашему мнению? Я думаю, это была инициатива, исходящая из реальности. В настоящее время на Турцию Запад имеет мало влияния. Тем более, в таких вопросах у Запада есть, что касается армян-турецкого рапрушманта, тогда как называли этот вопрос в 2009 году, футбольная дипломатия и так далее, есть негативный опыт. Попытались, не получилось. После этого мы помним, когда рейф Турции вообще внешнеполитически на восток, в Сирию и так далее, там Ближний Восток и так далее. То есть Турция стала самостоятельным игроком и, можно сказать, уже не сильно так стремится на Запад. Сейчас, в связи с тем, что в регионе сложилась такая, с одной стороны, взрывоопасная, с другой стороны, ситуация, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда региональные игроки Турции, Россия и Иран играют большие роли, касающиеся именно Южного Кавказа в вопросах, чем Запад, США, Евросоюз и так далее. Потому что у них на земле есть инструменты работы с этими странами, есть войска, есть военные сливы и так далее. Поэтому это обращение продиктовано реальностью, продиктовано духом времени, так скажем, к Москве, что вот давайте сделаем что-то, если получится, налаживать отношения с Анкарой. Я так думаю, что с Грузией было обращение, вы правильно сказали, было обращение Грузии по этому вопросу Гарибашвили, так сказать, передал определенные месседжи, да, пример Гарибашвили, Эрдогану и обратно, наверное. Но это имело определенный, так скажем, потолок возможностей, потому что все-таки процесс здесь больше, чем армян-турецкие отношения. Процесс касается региона. И здесь достаточно в этом плане непосильная задача для Тбилиси, чтобы быть полноценным посредником в этом вопросе. Потому что, ну, Турция с одной стороны, Россия с другой стороны, которые имеют влияние здесь, ну, нереалистично там, чтобы, конечно, это не исключает, что определенные вопросы через Тбилиси могут решаться. Это не исключает. Потому что твердых таких форматов нет, не существует. Сейчас имеем мы ситуативные форматы, ситуативные решения. Можно через Тбилиси будут делать через Тбилиси, можно через Москву будут делать через Москву. Но, опять-таки, это не гарантирует, что завтра будет начаться какой-то процесс, а послезавтра мы будем иметь определенные результаты. Потому что здесь тоже есть определенные нюансы. У Турции есть предусловления, которые никуда не исчезли, касающиеся Карабаха, касающиеся международного признания геноцида армян, касающиеся признания границ и территориальной целостности Турции со стороны Армении, то есть признания Карского договора, потом Московского договора в целом. И касающиеся, и прибавилось еще одно предусловие, это предоставление того коридора, который требует Баку от Армении, коридор на Хадживан, а потом в Турцию. То есть здесь есть в Веливане у экспортного сообщества два подхода. Одна часть считает, что все равно эти предусловия существуют и прибавилось еще одно. То есть это значит, что процесс не будет двигаться с мертвой точки, и вряд ли что-то можно достичь, потому что предусловия есть для Армении, которые неприемлемы для Армении. Но с другой стороны есть мнение, что большая часть этих предусловий Армения, можно сказать, выполнила. Хотя это или не хотя, это Карабахская война, хотя бы с точки зрения Баку, скажем, закрыла тему Карабаха и конфликта. То есть этот конфликт для Баку исчерпан. И Турция может это при желании сталковать именно таким образом, что это предусловие, так скажем, снято. И Карабах сейчас находится под контролем, то часть Карабаха, которая осталась, находится под контролем России, российских мейропорцев. Что касается вот именно границ, Армения всегда выступала за, что давайте откроем признание границ и так далее. Давайте откроем ими, ну, открытие границ и открытие там дипломатическое признание друг друга. Это фактически означает и признание территориальной целостности друг друга. И что касается международного признания геноцида армян, эти эксперты считают, что при опощринянии очень мало государства вкладывает усилия в этом направлении. И все, что делают, делают диаспоральные организации и армянская диаспора. В связи с этим осталось только коридор, и если по коридору что-то решат, окончательно, каким-то образом решат этот вопрос, то вполне вероятно процесс по армянно-турецкому нормализации может двинуться с мертвой точки. Мы посмотрим, кто прав и насколько для Ангары эти предусловия уже выполнены, настолько с точки зрения Ангары эти предусловия уже не играют определенную роль. Понятно. И, наконец, возвращаемся к формату трех. Формат три. Насколько этот формат затвердеет? То есть, насколько возможно, я лично выскажу свою точку зрения, что как только будет создан какой-то, какой-то, которого еще нет, конструкт безопасности, ну, грубо говоря, как только перестанут стрелять, уже вот тогда можно будет говорить уже о каких-то, опять-таки, форматах. Ну, это не формат, это реальность, то, что мы вот находимся в регионе, и так или иначе нам нужно будет решать, ну, вот, например, вопрос об открытии железной дороги через Грузию через Азербайджан в Россию. Ну, тут вроде бы все понятно, но да. Не перекрыты у нас железные дороги ни с Азербайджаном, ни с Арменией. Поэтому, когда поезд идет из... А у Азербайджана не перекрыта железная дорога, соответственно, с Россией. Поэтому, когда поезд идет из Армении в Грузию, поэтому дальше уже Азербайджан пропускает, и все. Нужен ли для этого формат? Или все-таки со временем нужно будет все-таки как-то, скажем так, может быть, составить план какой-то, дорожную карту по синхронизации наших общих усилий? Я не знаю. Честно говоря, что касается вот этих грузов или формата трех и так далее, перевозки грузов, то здесь есть... А что, не только перевозки грузов, я вообще говорю, в целом, насколько нужен этот формат трех. Тоже вопрос, да? Не знаю, честно говоря. Что-то нужно делать, что-то делают страны в этом плане. То есть, если бы было возможно договориться, скажем, в рамках Армении, Грузии, Азербайджан, то договорились, наверное, да? Но не получается сейчас. Очень много эмоциональных проблем, очень много проблем, касающихся того, как ведет себя сейчас Азербайджан. Потому что она требует вообще большего, чем можно. Азербайджан хочет вообще закрыть этот вопрос, если навсегда. Продолжать давить на Армению и так далее и тому подобное. То есть, хочет получить все и сразу после конфликта, то есть, зафиксировать окончательно свою победу в этом плане. Вот поэтому пока не получается приступить к другим вопросам. К другим вопросам, которые можно было бы... Например, как вы указали, вот грузы, да? Сейчас армянские грузы не могут использовать ту транзитную железную дорогу, которая существует в Грузии, для того, чтобы попасть, например, в Турцию. Потому что Азербайджан не разрешает. В Азербайджане есть определенная позиция или определенные предусловия по этому вопросу. В Грузии есть обязательства, потому что там вложили деньги азербайджанцы, вложили деньги турки, да? И есть определенное согласие. То есть, если бы можно было хотя бы вот такие вопросы решать на региональном уровне, наверное, можно было сказать, что вот это определенные признаки того, что мы могли бы увидеть свет в конце тоннеля. Но пока не получается, к сожалению. Вообще, вам не кажется, что эта игра в форматах, это форматы, это какая-то игра? Вот тут, блин, ну есть вопрос. Соберитесь, договоритесь, зачем форматами это называется? Ну, это фигура речи. Так классно звучит. Хорошо. И последний вопрос. Это будет не скоро, но тем не менее время так идет, что не успеем огрануться. Я имею в виду встречу в Брюсселе. Есть ли понимание, что есть Париж, есть Берлин, есть, ну, США, само собой, это отдельно, есть Европейский Союз, есть Брюссель, есть евробюрократия, как отдельная абсолютно. Политическая сила, которая, в общем-то, подключилась к этому процессу. Есть такой политик, который кому-то нравится, кому-то не нравится, Шарль Мишель, который, в общем-то, возглавляет сегодня эту евробюрократию. И вот это подключение и, в принципе, триггером всего этого, ну, может быть, так совпало просто, хотя я не верю в совпадения, триггером вот всех этих процессов стала, в принципе, инициатива Шарля Мишеля по встрече Пашиняна и Алиева в Брюсселе. Вопрос такой, а тогда, если вы что-то ожидаете? Честно говоря, нужно посмотреть, какие итоги будут от встречи в Сочи, потом уже ориентироваться на Брюсселе. Потому что, если в Сочи ни о чем не договорятся, так скажем, то мало ожиданий от Брюсселя. Если о чем-то договорятся в Сочи, то уже можно сказать, что Брюсселе, они могут обсуждать вопросы гуманитарного характера, вопросы, касающиеся именно армияно-азербайджанских проблем, так скажем, да, я имею в виду пограничных, может быть, других гуманитарных, вопросов военно-пленных и так далее. Это можно будет там дальше обсуждать. Потому что Брюссель, да, это классный формат, хороший формат, поехать туда, встречаться, провести встречу, договариваться о чем-то. Но у Европейского Союза здесь, кроме предоставленных денег Баку и Еревану, ничего нет. То есть у него нет войск. Как Сталин говорит, да, у этого Папа Римского сколько дивизий, чтобы с ним как-то договариваться. У Европейского Союза... Прошу прощения, вы знаете ответ Папа Римского на эту фразу? Нет, не знаю. Папа Римский ответил, предайте моему сыну Иосифу, что с моими дивизиями он встретится на небесах. Да. Да, ну, до этой точки, так скажем, пока было рано думать об этом тогда и сейчас. Поэтому, то есть Европейский Союз может содействовать диалогу, но не имеет реальных рычагов. Поэтому у Европейского Союза, конечно, есть мягкая сила, она является целым привлекательным форматом, но у нее нет на земле рычагов воздействия на стороны, нету дивизий, нету военных, нету войск и так далее, для того, чтобы работать именно на земле с ними. Поэтому она может предложить формат, предложить содействовать диалогу, но чтобы привести стороны к определенной точке, надавить их, попросить, сказать, чтобы они, настаивать, чтобы они приняли какое-то заявление или какой-то документ, маловероятно. Или же могут принять какую-то декларацию, которую стороны ни к чему не обязывают, но это будет данную дань уважения к Европейскому Союзу, так скажем. Ну и последний вопрос. Сегодня вы оптимист или не очень? Касательно Сочи? Касательно Сочи, да, конечно, касательно Сочи. Я реалист, я ожидаю совершенно разное развитие. Ожидаемый вопрос, но, как правильно сказал Черчилль, являюсь оптимистом, потому что не вижу смысла ни в чем другом. Ну да, можно быть. Куда нам надо, Черчилль? Огромное спасибо, Шалов, за очень интересную беседу. Вам спасибо за интерес. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok